Сегодня в нашей стране все чаще славят предатели и убийцы военных преступников. И это плохой сигнал. Здравствуйте. 2018 год объявлен в России годом Солженицына. Столетие со дня рождения писателя. Выставки, круглые столы, открытия музеев, переиздания, документальные фильмы и прочие жизненно необходимые мероприятия на бюджетные средства. И все это в стране, где множество людей ненавидят Солженицына. А вот интересно, почему? Может быть потому, что его недостаточно умно цитируют? Если бы его больше читали, и власти, и народ, он был бы доволен. Поэтому, если столетие Солженицына будет достаточно заранее объявлено, приведет к тому, что его будут без искажений и достаточно умно цитировать, если его будут больше читать, то он был бы этим доволен. Может за то, что Солженицын был дезертиром? Вряд ли. Да, он не мог не понимать, что письма с фронта прочитываются. И очевидно, его письма это банальный самострел, самооговор. Но прямых доказательств этому нет. За то, что Солженицын был лагерным стукачом? Да, вербовали, сам об этом пишет. Но он же утверждает, что только согласился, но на самом-то деле не сотрудничал, не стучал, не доносил. За то, что Солженицын призывал к ядерному удару по СССР? Ну так в одном случае слова про ядерную бомбу произносят персонажи его художественного исследования. А во втором случае он говорит, выступая в США, надо ли ждать, что мировое зло ударит ломом в вашу границу, и что американская молодежь должна будет умирать на границах вашего континента. Это призыв к превентивному удару, да, но опять же не прямой, косвенный. Тем более в той же самой речи в следующем абзаце Солженицын говорит, что вовсе не призывает США освобождать Россию от коммунизма. Так за что же ненавидят писателя, призывавшего жить не по лжи? За ложь. И в первую очередь, конечно, за ложь о количестве людей, пострадавших от советской власти. И в архипелаге, и в разных интервью Солженицын называл чудовищные цифры в десятки миллионов. Лукавость этих заявлений не раз уже подробнейшим образом разобрана историками. В том числе и историками, которые, в отличие от Солженицына, работали в архивах. Большевики оказались у Солженицына виноваты во всем. И в случившихся революциях, и в потерях Первой мировой, и в потерях Второй мировой, и в голоде, и в гражданской войне, и в терроре, и в пониженной рождаемости, во всем. И это понятно, недаром же Солженицын в своих выступлениях в США настойчиво называет коммунизм мировым злом. Такая у человека позиция. Такое видение истории. Но я хотел поговорить о другом. А вот где он взял эти данные? Где он взял эти то 66, то 60, то 110 миллионов, то с учетом военных потерь, то без учета военных потерь? На кого ссылается писатель Солженицын? Не сам же он это все придумал. Вы знаете, сколько все-таки всего пострадало людей от сталинских репрессий? И сколько среди них было убито? Ну, это вопрос такой. Мы сначала должны договориться о том, что есть сталинские репрессии. Вот есть целый ряд трудов, историков, которым открыли архивы. Далеко не всем открыли, но есть несколько человек, которым открыли. Они этим гордятся, они справедливо гордятся, и они вот приводят цифры, мы все должны этим цифрам верить. Они говорят, что было с 1929 по 1953 год арестовано примерно 4 миллиона людей. 4? Они говорят, 4 миллиона людей и расстреляно, ну, в 1937-38 году они называют цифру 682 тысячи людей, скажем, да? Ну, всего, конечно, больше, там, миллион с чем-то. Но только ли это сталинские репрессии, а высланные народы, а коллективизация, а искусственно организованный голод 20-го года, 29-го года, искусственно организованный голод, это так, 6 миллионов погибло. А вне судебные расстрелы ВЧК, это еще не сталинские репрессии, но это репрессии большевистской власти против своего народа. И вот я вам скажу, Солженицына обвиняют довольно часто, что он в архипелагии в своих интервью в разы завысил число пострадавших в ГУЛАГе. И вот 66 миллионов пострадавших в ГУЛАГе якобы называют Солженицын. Ну, приведите цитату. Этого нигде никогда нет. Он говорит о 66 миллионах пострадавших от внесудебных расстрелов ВЧК, от гражданской войны, не Второй мировой, но гражданской войны, от двух голодов по Волжи и Украинского, да, и плюс от ГУЛАГа самого, и плюс от умерших в наследствиях ссылки и так далее, он приводит данные профессора Курганова, который, кстати, основывался на переписях населения, которые в России никогда не удавалось провести сколько-нибудь адекватно, и больше всего на переписи 1937 года, которая была правдивая, и из-за которой их всех расстреляли. Всех, кто делал, как это называлось, ЦСУ или Центральное статистическое управление, которое сделало, попыталось сделать верную статистику, они были расстреляны все, и там не досчитывалось 100 миллионов человек, плюс в эти 66 миллионов входит 10 миллионов нерожденных, потому что, как известно, дети рождаются от мужчин. Данные профессора Курганова, который, кстати, основывался на переписях населения, которые в России никогда не удавалось провести сколько-нибудь адекватно. Приводит данные профессора Курганова, который, кстати... Профессор Курганов. Кто это? Фамилия профессора Курганова – Кошкин. Курганов – это псевдоним для солидности, все-таки профессор статистики. Иван Алексеевич – бывший колчаковский офицер. В Великую Отечественную добровольно перешел на сторону немцев. Сотрудничал с Власовым. После войны жил в США, где являлся членом антисоветской организации Народно-трудовой союз. Доктор экономических наук, советолог. Вот, пожалуй, вся важная информация, что вы найдете о нем в интернете. Это действительно все. Причем и в Википедии, и на других сайтах информация эта подана без всяких ссылок на ее источники. Если я правильно понял, Иван Алексеевич не оставил нам автобиографии. Зато свои воспоминания оставила его дочь – Римма Ивановна Нератова, художница. Книжка называется «В дни войны. Семейная хроника». Издана в 1996 году питерским журналом «Звезда». Тиражом 5000 экземпляров. Я купил эту книгу, и сегодня мы с вами почитаем. Устраивайтесь поудобнее, уберите в сторону тяжелые и острые предметы. Начнем. Итак, июнь 1941 года. Семейство Кошкиных проживает в самом центре Ленинграда. Папа Кошкин профессорствует на финансовом факультете экономического университета. Римма учится на втором курсе в первом Ленинградском медицинском институте. Начинается война, по радио предупреждают о воздушных налетах. И Римма сразу жалуется нам на глупых коммунистов, которые совсем-совсем не строили бомбоубежищ. А вместо этого забивали людям головы марксизмом-ленинизмом. И, конечно, никто даже не подумал заранее, что нужно строить бомбоубежище. Это выглядело бы неверием в мирные намерения СССР. А в масштабах городских выглядело бы паникой и провокацией, за которую пришлось бы жестоко расплачиваться. Дальше Римма предлагает свое видение ситуации. Ленинградское население не очень удивилось, когда Красная Армия стала отступать под натиском сильной немецкой армии, оснащенной первоклассной техникой. Мы были свидетелями недавнего разгрома победоносной Красной Армии и крохотной Финляндии. Наши победы давались лишь грудами убитых солдат, которых бросили на финский фронт неоснащенными техникой, не одетыми по-зимнему. Лишь к концу войны организовали снабжение армии техникой и зимней одеждой. И теперь будет то же. Думалось лишь об огромных человеческих жертвах, которые потребуются, чтобы изгнать немцев с нашей территории. И думалось о том, свалится ли Сталин со своими коммунистами, и если свалится, когда. Казалось, при такой всеобщей катастрофе не удержится. Оказывается, Советский Союз был разгромлен Финляндией. Ну и студентка, которая надеется на свержение главы государства в условиях войны, конечно, желает своей родине только хорошего. С первых дней войны в газетах стали писать о шпионах, жителях города, сочувствующих немцам и старающихся им всячески помочь. Началась шпиономания. Ловили тех, кто хорошо одет. Идет себе по улице прилично одетый человек, вдруг остановится и посмотрит на небо, вполне откровенно. Кто-нибудь крикнет «Шпион» и все бросаются на него и толпой ведут к милиционеру. А часто сразу начинают бить. И били серьезно. Очень зорко следили местные активисты за людьми, бегущими в бомбоубежище во время тревоги, когда обыкновенные граждане уже давно попрятались. Такие люди будто бы пускали в небо ракеты даже днем, чтобы привлечь внимание немецких бомбардировщиков. Тут я не понял, откуда взялись бомбоубежище. Двумя страницами ранее нам сообщается о том, что никто даже не думал о том, чтобы строить бомбоубежище. 28 июня был опубликован приказ о трудовой повинности. Очень часто студентам давали адреса, по которым они должны были разносить повестки о призыве в армию. Почему студенты медицинского института должны были разносить такие важные повестки, совершенно непонятно. Может быть, наши партийные организации выслуживались перед своим более высоким начальством? А может, потому что война началась? Потом Римму отправляют на рытье противотанковых рвов. Враг рвется к городу. Но вскоре Римму домой забирает мама. Было очень грустно и совестно. Нас вытащили из опасного места родные, а все неленинградки остались тянуть непосильную лямку. Когда началась лютая зима и холод, студентки нашей группы вернулись в общежитие института с подорванным здоровьем, и все погибли от голода одними из первых. Как грустно и совестно. Хорошо, что у Риммы была такая заботливая мама. Все противотанковые рвы, которые десятки тысяч ленинградцев с такими огромными трудностями рыли вокруг Ленинграда, нисколько не задержали немецкие танки. Доставив лишь ленинградцам, участникам трудовых работ, разные беды, увечья и смерть. Ну надо же как-то оправдать себя, такую хорошую, которую домой увезла мама. Английский историк Аллан Кларк так описывает начавшееся 9 сентября 1941 года решающее наступление 41-го немецкого танкового корпуса на Ленинград. 1-я танковая дивизия наступала по левому берегу Невы, 6-я танковая по обе стороны железнодорожной магистрали, идущей к Ленинграду с юга. Обе дивизии вскоре застряли в сети противотанковых рвов и разбросанных полевых укреплений. Эти оборонительные сооружения часто были плохо расположены и неважно выполнены, но их было много. Немцы тогда все-таки преодолели эти оборонительные укрепления, но они на это тратили много времени, и поэтому нарушались запланированные ими сроки наступления на Ленинград. Это обстоятельство в немалой степени способствовало тому, что противник в конечном счете отказался от идеи прямого штурма Ленинграда, ограничившись его блокадой. Значит, уважаемые зрители, вы подумайте над этим. В общем-то мы затрагиваем не совсем тривиальные вопросы тут. Папа сказал, что университет института решено оставить в Ленинграде. Почему-то наша семья не беспокоилась, что немцы захватят город, и поэтому не рвалась в эвакуацию. Чуть позже мы поймем, почему они не беспокоились. Создавалось ополчение, детище партийных органов, после речи Сталина. Не той, в которой он обратился 3 июля к своим вассалам, дорогие братья и сестры, лязгая зубами от страха по краю стакана с водой, которую он пытался пить, когда у него прерывался голос. Вода булькала на всю Россию, когда он доливал ее в стакан. Что можно услышать в речи Сталина 3 июля 1941 года? Можно услышать предсказания скорых военных успехов Красной Армии. Предсказания разгрома немецко-фашистской армии. Можно услышать объяснение причин, по которым отступает пока Красная Армия. Объяснение необходимости заключения пакта Молотова-Риббентропа. Призыв не поддаваться панике. Призыв перестроиться на военный лад. Призыв сражаться до победного конца. Римма услышала лязг зубов. Встретила студентку-однокурсницу, дочь известного хирурга Александрова. Вы тоже остались? Папа говорит, что немцы Петербург бомбить не будут, а возьмут его неповрежденным. Этому верили многие тогда и даже слегка злорадствовали, когда немцы стали бомбить Москву. Знают, где враги засели, так им и надо. Нас не тронут, мы петербуржцы. Послушать Римму, так в Ленинграде в то время жили какие-то нелюди. Да вот, например. Все ленинградцы очень надеялись, что бомбы попадут в здание НКВД на Литейном и уничтожат все архивы. Но здание с грандиозным мраморным входом так и осталось стоять. Огромное страшное. В описании ужасов блокады, не ратовой, ничего нового нет. Голод, холод, трупы. Все это мы прекрасно знаем и без этой книжки. Но суть до дела проклятые коммунисты решают эвакуировать профессора Кошкина с семьей из блокадного Ленинграда на Северный Кавказ. В Ессентуки. И как только семья покидает зону блокады, происходит эпизод, который мне кажется очень показательным. 20 марта 1942 года. Войбокало. Недалеко от места, где остановились грузовики, были деревянные постройки, было много людей. Нам помогли выгрузиться и повели в барак, где каждому выдали сухой паек, хлеб, крупу, яичный порошок и большой кусок темной твердой копченой колбасы и усадили за длинные столы. Перед каждым поставили миску с горячей похлебкой, густой похлебкой, с кашей, мясом, картошкой, царская похлебка и дали несколько кусков хлеба, вкусного, душистого, настоящего. Мама предупредила, ешьте очень медленно, а колбасу сразу забрала от нас, чтобы мы ее не ели пока. Мы все отвыкли от острой копченой еды, от всякой настоящей еды. Мы понимали, что съесть сейчас колбасу, значит наверняка заболеть очень серьезно и, быть может, умереть. Я уверена, что люди, желавшие накормить ленинградцев, хотели все сделать лучше, но делали все по собственному разумению, часто невежественно, не посоветовавшись с врачами и наделали беды. Ленинградские дистрофики буквально набросились на еду, ели все подряд, быстро, жадно загладывая все, что можно было положить в рот, не думая, не зная, что от длительного голода перерождается весь пищеварительный тракт, и началась повальная дизентерия и смерти. Сразу же около барака люди заболевали ужасным образом. Что ж ты молчишь? Что же вы всей семьей вчетвером молчите? Прямо рядом с вами люди травятся, а вы молчите. Что ты молчишь, студентка медицинского института? Почему молчит твоя мама, которая все понимает? Почему молчит твой папа, который через много лет пририсует большевикам 110 миллионов смертей? От вас не требовалось бросаться на амбразуру, жертвовать деньгами или барахлом. Нужно было просто залезть на этот стол и сказать «Товарищи, я студентка-медик, не ешьте колбасу, отравитесь!» и объяснить почему. Нужно было подойти к раздающим эту колбасу и объяснить им, что они делают. Хотя бы попробовать. Но вы предпочли промолчать все вместе, а через много лет написать в мемуарах обвинения в невежестве тех, кто кормил ленинградцев-блокадников. Они травили людей, не зная, а вы знали и молчали. Смотреть, зная, что люди травятся и молчать – это то же самое, что убийство. Везде топтались дистрофические фигуры. Подъезжали все новые грузовики и выгружали ленинградцев. Их вели в бараки кормить. Около бараков толпы ленинградцев, много заболевших после горячего, сытного, обильного ужина. Снег кругом грязный. Умерших сразу подбирали и уносили. И вот Северный Кавказ. Ессентуки. Фрукты, овощи, грязевые ванны. Сняли квартирку, отъелись, подлечились. Но немец рвется к Кавказу. Нератова подробно пишет о том, как Красная Армия отступает. И каждый сам решает, отступать вместе с ней или остаться. Пишет о немецких самолетах-разведчиках, которые кружат уже над городом. Пишет о том, как уезжают из города люди, особенно неславянской внешности. Пишет о груженных скарбом грузовиках и телегах. Как уходят папины студенты. Как уезжают преподаватели. Правда, не все. А что же папа? Мне казалось, что надо сделать все, чтобы уходить. И не попасть к немцам. Мне казалось, что сумеем попасть в Сибирь и там отсидимся. Сестра с возбужденным лицом возражала мне, спорила. Ей казалось, что перед нею открывается дорога на запад в Европу. Когда папа услышал, что я хочу отступать, он очень рассердился и запретил мне даже думать об этом. Мы сможем выжить, только если будем держаться вместе. И больше того. Оставшись при немцах, мы свою судьбу связываем с ними. Когда они начнут отступать, мы тоже должны будем отступать. Остаться на территории, захваченной немцами, независимо от причин, значит подписать себе приговор в случае, когда советские войска займут Кавказ. То, что нас бросили здесь, никого интересовать не будет. Кто вас бросил? Вот люди уходят, спокойно уходят, уходите и вы. А дочь твоя рвется в Европу, потому что вас бросили? Итак, несмотря на то, что у семьи есть время и возможность для эвакуации, папа, профессор Кошкин, он же Курганов, решает остаться и ждать немцев. Мало того, папа настолько дальновиден, что рассматривает разные варианты, предполагающие разные степени предательства. И вот семья остается в Ясентуках. Первым делом Римма с сестрой принимают участие в разграблении местного консервного завода. Мы с сестрой пошли посмотреть. Фабрика была совсем рядом, за углом. Небольшое каменное здание завсегда закрытыми воротами. Ворота теперь были открыты настежь. Оказалось, что в глубине за воротами большие склады, сараи. На дворе было полно местного населения, и они разбирали мешки, банки, ведра, наполненные продуктами. Мы пошли к выходу и встретили у ворот нашего хозяина с очень возбужденным лицом. Около него стояло несколько небольших бочонков. Он выкатил нам под ноги маленький бочонок. Абрикосовое варенье катите домой, барышни. Мамочка спасибо скажет. Мама потом долго вспоминала. Моя Ромочка катит по дороге бочку, а сама смеется. Мы долго ели варенье к чаю. Какая ирония. Первый бонус, который получают предатели от своего предательства, бочка варенья. Та самая. Фабрику к концу дня разобрали. Мы больше туда не возвращались. Я только спросила хозяина, забрали ли малосольные огурчики. А то как же. Все до одного. Ох и вкусные огурчики. Затем, несмотря на то, что папа обозначил невозможность возвращения к старой жизни, сестры-мародеры закапывают в саду свои комсомольские билеты. Но не сожгли, а вдруг потребуется, пишет Римма. Дальше Римма рассказывает про пришествие приветливых немцев, которые никого не трогали. Немцы рассматривали нас, русских, а мы и их немцев, которых наши газеты называли фашистскими захватчиками. Лица были, как правило, скорее приятные, мне показалось. Светлоглазые, с тонкими, часто с горбинкой носами. Похоже на лица молодых людей из петербургских старых семейств, к сожалению, почти исчезнувших. А между тем жизнь в Ясентуках налаживается. За три недели оккупации картина жизни в Ясентуках начала меняться. Заработала маслобойка, чинилась фабрика кожевенная, взорванная отступающей Красной Армии. Заработали грязевые и нарзанные ванны, но в них лечились и купались теперь только немцы. Базары начали снова оживать, но советские деньги вышли из употребления, вместо них появились специальные немецкие марки для оккупированной территории. У нас их не было, и мы начали опять ощущать голод. Конечно, не такой сильный, как блокадный. Встал вопрос, как зарабатывать на пропитание. В городе открыли городскую управу, русскую городскую управу, которая будет, как все надеялись, решать русские дела. В управу поступили служить многие преподаватели из ленинградских институтов. Папу новые русские администраторы пригласили служить финансовый отдел управы. Папа согласился. Папа сказал, что все-таки управа русская, хотя немцы в городском масштабе все решают по-своему. Может, хоть что-нибудь удастся отстоять, хоть какие-нибудь русские интересы охранить. То есть папа, которому, кстати сказать, на тот момент было всего 47 лет, в добровольном порядке поступает на службу к нацистам, прикрываясь русскими интересами. А на самом деле, как совершенно не скрываясь, сообщает Римма, чтобы заработать на пропитание. Естественно, дочери профессора Кошкина поступают так же и в таком же добровольном порядке идут на службу к немцам, переводчицами. Немец был очень обрадован. Ему нужны были переводчики для отдаленно лежащих в горах хозяйств, бывших совхозов, где во главе каждого хозяйства было посажено по немцу, чтобы приводить все хозяйство и людей в рабочее состояние. Хозяйства должны кормить немецкую армию и быть продуктивными. Без переводчика немцы хозяйственных частей не могут столковаться с местным населением. То есть где-то там доблестная немецкая армия убивает твоих соотечественников, а ты здесь в тылу помогаешь им решать проблемы с пропитанием. И все это потому, что вас бросили. Но не думайте, что Римма не испытывала по этому поводу никаких душевных терзаний. Испытывала. Август 1942 года. Сталинградская битва. В промсельхозе появилось и расположилось до осени кавалерийское подразделение на великолепных лошадях. Кавалеристы были кавказского происхождения, иммигранты, оставившие Россию во время гражданской войны. Фамилии многих кавалеристов были очень звонкие, известные, княжеские. Все они были образованными, воспитанными людьми с прекрасной внешностью. И все говорили на чистейшем русском языке. У нас сразу установились очень теплые, дружеские отношения. Это Римма заводит дружбу с такими же, как она сама, предателями. Но у Риммы есть оправдание. Моя служба в совхозе – смертный приговор. Помощь врагу восстановить хозяйство. Что восстановленное хозяйство давало заработок и жизнь своим – это просто не аргумент. Существовала только первая часть правды. Мы знали, что до возвращения наших нужно уходить на запад. Только что ты писала о том, как вы добровольно и осознанно остались под немцем. Только что ты писала, что вы всей семьей пошли в услужение немцам. Только что ты приводила слова немца, принимавшего тебя на работу, о том, для чего нужно было восстанавливать хозяйство. И тут оказывается, что за всем этим были благородные цели – заработок и жизнь для своих. Что ж ты молчала, когда свои умирали у тебя на глазах там в Войбоколе? При этом семейку предателей, мародеров и убийц не оставляют грустные мысли о вероятном возвращении проклятых коммунистов. В первые же дни немецкой оккупации местное население забегало в немецкую комендатуру с доносами, письменными, на тех, кому они хотели досадить, чаще всего на коммунистов. Но немцы, к удивлению доносчиков, не принимали доносов, как то делали наши советские органы, и возмущенно, часто с криком выгоняли их. И постепенно доносы прекратились. Очень было стыдно знать, что немцы видели, как русские на русских доносят. Но было страшно подумать, как местное население будет мстить ленинградцам, когда советские войска займут Кавказ и другие оккупированные немцами территории. И начнется над всеми нами расправа. Папа, конечно, прав. Оставаться нельзя. А вот и еще одна причина уйти с фашистами. Проклятый народишка, который будет им мстить за то, что ты тут трудишься для его блага у оккупантов. Ленинградцы в опасности. Конечно, папа прав. Необходимо сваливать. И вот действительно что-то пошло не так. И зимой 42-го года уже немцы начали готовиться к отступлению. Пишет дочка профессора Кошкина. Папа делался все мрачнее и все менее разговорчивым. Мама нам передала, что папа, предвидя немецкую катастрофу, считает, что нужно уезжать как можно скорее на запад. Как же уезжать? Как спасаться? Да еще с багажом. Автомобили только у немцев. В хозяйственном учреждении, в котором служила сестра, ее начальники обещали при отступлении забрать с собой служащих и их семейство. Папа ничему не верил и ходил насупившись. Но как человек интеллигентный и возвышенный, не только о себе печалится Римма в свете грядущего наступления красных палачей. Много наметившихся между немцами и русскими девушками и местными молодыми женщинами романтических привязанностей было поставлено в связи с возможным немецким отступлением под удар. Участники этих романтических знакомств переживали печальное время. Время прощаний. Зима 1942 года. Идут бои, гибнут советские солдаты, нацисты на нашей территории насилуют, грабят, обращают людей в рабство. Но Римма переживает о каких-то шлюхах, гулявших с оккупантами. Время прощаний. Чертовы большевики, они всегда все портят. У нас тут романтика, а вы со своим наступлением. Наступил канун Нового года. Через неделю отступаем. Берут нас всех со всем багажом. Спалось нам в эту новогоднюю ночь прекрасно. Единственным внутренним оправданием для нас было то, что мы, как и большинство русских, не приняли коммунизма, навязанного нам во время Великого Октября людьми, не любившими Россию, с ее тысячелетним укладом, темпом, особенностями и эволюцией, с желавшими лишь разрушить до основания Россию. А затем пришли и голод, и страдания, и расправы, и безнадежность. Этот мир был не наш мир, а коммунистический мир, не русский мир. И мы его покидали. Какие грустные мысли. Единственное, чем может утешить и оправдать себя предатель, понимающий, что он предатель, это рассуждениями о том, что он такой не один. Все такие. Семья предателей прибывает в Киев. Там они узнают, что у них есть выбор. Либо поехать прямо сейчас в Германию, но там придется жить и работать в лагере на положении астарбайтеров. Либо они могут поехать во Львов, но там о них никто не будет заботиться, и работу придется искать самим. На семейном совете мы решили ехать во Львов. Хоть славянская страна, решил папа. И предатели поехали в Польшу. Под звуки ссор в огоне мы проехали бывшую границу Советского Союза. Совсем незаметно. Никто даже слова не сказал по этому поводу. Не примок ни на минуту. Мы уехали из России. И сердце не разорвалось. И все так же мирно билось в такт колесам. Только папа прошептал. Ну и слава Богу. И мы оказались за границей. Во Львове снимали квартирку, подрабатывали уроками. Ну а папа решил поступить на службу в какую-то Винету. Винета была обширным учреждением, объединявшим несметное количество русских, не только кормившихся около него, но и избавленных этой службой от работ на заводах и фабриках. Почти все были из советской эмиграции, имеющей отношение к литературе, театру, музыке. К Винете пристроились, по-моему, все, кто умел держать перо в руках и их семейство и друзья. Служба давала право получать продуктовые карточки, а ее принадлежность к Министерству пропаганды освобождала от отправления на работы в промышленности. И в этом-то учреждении папа получил службу. Винета – это подразделение ведомства Министерства пропаганды, то есть папа работал на Геббельса. Винета отвечала за пропаганду на оккупированных территориях. Брошюры, листовки, газеты, плакаты, грампластинки, вещания радиостанций, кинопропаганда. Вот пример работы Винета «Документальный фильм. Мы едем в Германию. 1943 год». В сентябре 1941 года на нашей родине произошло огромное и радостное событие. Немецкая армия-освободительница навсегда изгнала большевистскую власть. Кончилось колхозное рабство населенных. Кончилось еврейское засилие в городах. Кончилась кровавая диктатура Сталина и НКВД. Война ушла на восток, вслед за отступающими большевиками. Но фронт еще чувствуется во всем. И каждый честный русский, украинец, белорус чем могут помогают фронту? Чем могут помогают окончательному свержению жидобольшевизма? В Германию, на работу, на отечественный трудовой фронт. Таков новый лозунг всех освобожденных от большевизма. Это Галина Кучеренко. Она добровольно и с радостью откликнулась на трудовую мобилизацию. С радостным сердцем в путь дорогу. Кроме пайка, каждому будет выдана бутылка водки. Переводчик по этому поводу отпустил какую-то шутку. Вы видите, люди смеются и хлопают в ладоши. Действительно, в пути бутылка водки никогда не лишняя. В пути бесперебойно выдается горячая пища и полагающийся поет. Ну, добрый час, чтобы работа в Германии была удачной. Чтобы наши домашние были живы-здоровы. Чтобы скорее победный мир пришел и войне конец. А за такое пожелание не грех к бутылке и еще раз приложиться. Русский отдел Венетты был самым многочисленным. Возглавлял этот отдел Александр Павлович Альбов. В прошлом подпоручик Измайловского полка. И георгиевский кавалер. Галлиполиец. В конце войны он был назначен начальником отдела пропаганды Власовского комитета освобождения народов России. Конр. А после 1945 года натурализовался в США. За вербовку русских эмигрантов в Венету непосредственно отвечал генерал Василий Бескупский. Руководитель бюро для русских беженцев в Германии. Тот самый, что стоял у истоков создания скаутской организации Витязей, которые сегодня преспокойно существуют в России под крылом Русской Православной Церкви. Кстати, Венета для вещания на территорию СССР задействовала 35 радиоцентров. В самом начале своего трагического повествования Рим Манератова возмущается тем, что советская власть с наступлением войны приказала сдать все радиоприемники. С начала войны у всех жителей города отобрали радиоприемники, чтобы никто не слушал заграничных передач и не знал бы действительного положения на фронте. На самом деле приемники было приказано сдать для того, чтобы уберечь население от разлагающего влияния вражеской пропаганды, производимой той самой организацией, в которой под конец войны трудился ее папаша. Подавляющее большинство русских сотрудников Венеты после войны сумели благополучно избежать выдачи советским органам госбезопасности и вскоре продолжили свою деятельность в штатах радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа». Виновата именно коммунистическая идея и власть, которая... И именно Сталин насадил такую подлую, ужасную атмосферу, при которой можно было доносить друг на друга и получить... То есть доносить на соседа и получить его квартиру. Вот это же развращает страшно. И снова проклятые коммунисты не дают спокойно жить почтенному семейству. Советские войска приближаются ко Львову. Бежать, без оглядки бежать. Но куда? Конечно, в Берлин. И они поехали в Берлин. Не без помощи Венеты, конечно. При этом Римма называет в воспоминаниях свою семью беженцами. Как же им жилось, беженцам? Ничего. Съездили в Вену, посетили оперу. Сиживали в кафе, сходили в пратер, это парк развлечений. Жили в уютном отеле, поступили с сестрой в местный университет. Но беженцы ни дать не взять. Берлинцы неожиданно для такого холодного серого города были любезные, теплые и с очень уютным юмором. Очень удивляла приветливость и честность. Никто не хитрил, не жулил, не старался надуть и не грубил. Какие-то неестественные, по нашим привычкам, простые человеческие отношения. Ну и продолжая работать на нацистов, предатели энергично мечтали о воскрешении Родины. Я приносила русскую берлинскую газету, и мы пытались читать ее между строк. И нам казалось, что у Власова большая армия, и только немцы не дают ей сдвинуться. И когда Власову официально разрешили существовать как самостоятельной русской армии, мы, читая об этом, плакали. Русская армия, открыто заявляющая о своем желании сокрушить коммунизм. Мы верили, что многие-многие воины советской армии примкнут к Власову. Ему даже и воевать не придется. Власов считал сам долгое время, что если ему дадут право создать армию, то советская армия во главе с Жуковым без боя соединится с ним. И они вместе сбросят ненавистную всем коммунистическую власть и освободят Россию для русских, для всего народа. Россия для русских, как мило. Мне пришлось поехать по папиным делам в Ставку Власова, в пригород Берлина. На улицах было полно молодых военных, в немецкой форме. Но на месте немецкой капусты был значок армии Роа. Все военные очень подтянутые, молодец к молодцу. В Ставке я видела много военных в больших чинах. Все были с серьезными лицами, но впечатление было бодрости и занятости. Впечатление, что все эти люди заняты общим большим делом. Какая постараль. Но беда пришла, откуда не ждали. В это время в Берлине вышел приказ о том, что все учреждения, не работающие для военной промышленности, должны выделить часть служащих для работы в оборонной промышленности. Папу из Венеты очень быстро отчислили и отправили на завод. Во Власовский комитет его тоже не приняли, а хотели везти в президиум, о чем Власов выразил сожаление. Итак, папу отгоняют от кормушки, но на помощь приходит дочь. Римма идет работать в Министерство пропаганды. То есть уже без всяких прокладок, вроде какой-нибудь Венеты, а напрямую к старому доброму дядюшке Геббельсу. Я смогу как служащая Министерства получать продуктовые карточки, заработную плату, и эта служба освобождала меня от трудовых работ. Где появлялись мои портреты и карикатуры, я не знаю. Я их никогда не видела и никогда не подписывала. Это было одно из условий моей работы, очень приятное для меня. Мой шеф ни разу не сказал, где их печатали, где показывали, а я и не спрашивала. Я работала для Министерства до самого нашего отъезда из Берлина весной 1945 года. Да и действительно, зачем тебе, такой умной и образованной, забивать свою голову всякой чепухой? Типа того, на кого ты работаешь или против кого ты работаешь, кому ты помогаешь или кому ты приносишь вред. Ерунда какая. Жизнь прекрасна, ведь всегда найдется, куда эмигрировать. Папа много времени проводил с генералом Закутным и все больше мрачнел. Папа довольно близко сошелся со многими участниками РУА. Радовался, когда в Праге был опубликован манифест. Папу на торжества не пригласили, но он был на повторных торжествах в Берлине. У папы с генералом Власовым состоялось три встречи. Папа готовил план отступления семьи из Берлина. Он заручился обещанием генерала Закутного, что когда он, Закутный, будет отступать из Берлина, а дьютант его заедет на грузовике за нами со всеми нашими вещами, и мы поедем вместе с поездом РУА по направлению на Прагу. А до Праги мы не доедем и высадимся как можно дальше от Берлина и как можно дальше от Праги. Мне очень понравился момент, где Риммов возмущается ковровыми бомбардировками союзников. Дескать, выжигают все живое и уничтожают культурные ценности. Варвары. И тут же пишет. Советы бомбили, но у них не было такого количества бомб, бомбардировщиков. Их налеты не были направлены на обязательное уничтожение населения, а были старомодными, куда попадет. А вот если бы у Советов хватало бомб, то уж, конечно, Советы показали бы себя не хуже союзничков. Бомбили бы по последней моде. Просто не было бомб. Я отлил бы это в граните. И вот, наконец, настал радостный день отъезда. За неделю до нашего отъезда из Берлина с документами беженцев из Польши папе позвонил генерал Закутный, чтобы предупредить нас, что на завтра назначен отъезд Руа и что за нами приедет грузовик с утра и заберет нас с вещами. Мы приготовили к утру все наши вещи, запакованные и перевязанные, и стали ждать грузовика. Весь день мы ждали, но никто за нами не приехал. К вечеру мы поняли, что о нас забыли или попросту для нас не нашлось места. Чтобы в этом убедиться, папа на другой день поехал в ставку Власова. Но ставка была пуста. Только хлопали на ветру двери, и по полу перекатывались скомканные бумаги. Папа, вернувшись домой, не очень возмущался и кипел, как мы того ожидали. Он был очень грустен и разочарован. Что все уехали? И рядовые солдаты, все молодец к молодцу. И генералы, что были заняты большим общим делом. Неужто никто не позаботился о семье Кургановых? И тогда они уехали из Берлина, надеясь оказаться в американской зоне оккупации. И в итоге пристроились в маленьком городке Баднийштадте. Маленький городок ведь бомбить не будут, драться за него никто не будет. И вообще в пивных все сходятся во мнении, что война проиграна, и нечего рисковать жизнью. Мне очень понравился такой здравый патриотизм, пишет Римма. Ну кто бы сомневался. Пару слов о зверствах советских в Германии. Без этого никак. Судить будет история, но нам, свидетелям войны, известно, что обе стороны, сначала немцы, а потом и советские войска, были безжалостны и неблагородны к пленным. Но правда, что немцы к местному населению, особенно женщинам и детям, не проявляли зверств, если это не были партизаны. Наша же армия, захватывающая Германию, получила неписанное право. Брать все имущество немцев, запасы, женщин. Все было дозволено победителям безнаказанно. Потом уж, когда они насытились разгулом, все пришло к нормальным отношениям, и советские оккупационные войска стали вести себя дисциплинированно, спокойно. Но Европа навсегда запомнила поведение советских завоевателей. Их дебют в Европе совершенно недостойный. Дочь профессора статистики забыла сообщить, сколько миллионов немецких гражданских уничтожили советские завоеватели. Скольких угнали в рабство. Забыла перечислить названия деревень, сожженных вместе с жителями. Забыла рассказать, сколько детских концлагерей построили в Германии советы, чтобы брать кровь у детей для своих солдат. Забыла поведать о том, как советские учиняли в Германии массовые расстрелы и так далее. Забыла поведение. А если бы землю захватили марсиане, то они бы пошли работать переводчиками к марсианам. Не знали марсианского языка, пошли бы мыть посуду. У марсиан нет посуды, пошли бы работать проститутками. Марсианам не нужны проститутки. Пошли бы работать полицаями, надзирателями, кем угодно. Подобные личности настолько высоко духовны, что не тонут никогда и нигде. Кстати, Римма дожила до 82 лет. Умерла в 2003-м. Сестра пошла в отдел беженцев городской управы и попросила вынуть из картотеки наши русские регистрационные карточки, где было в графе профессии написано, что папа русский профессор, а в моей карточке, что я служила в Берлине в Министерстве пропаганды. Это если кто не понял, для того, чтобы американцы не выдали их советом. И они устроились работать к американцам в штаб 7-й армии воздушного флота США. С первого дня нашей службы у американцев Аконнер сказал, вы будете раз в день завтракать в офицерской столовой вместе с нами. В качестве переводчика Римма поучаствовала в беседе между американским военным и хозяином заводов Круппа, молодым Круппом. Римма не скрывает своего восхищения. Крупп был прекрасен и внутренне, и внешне. Держался с достоинством и честью. Она называет его образованным и тонким человеком. Римма Нератова писала свои воспоминания в 80-х годах. Шевельнулась ли хотя бы на секунду в ее слабой голове мысль о том, что Крупп – это тот самый представитель того самого финансового капитала, который породил, вырастил и всячески поддерживал фашизм в своих собственных интересах. Ведь Круппы, помимо всего прочего, использовали бесплатный труд заключенных Освенцима. Приветствуя Круппа, как и весь финансовый капитал, и желая ему всего хорошего, ты приветствуешь фашизм. Выпил, вытер губы народным способом, продемонстрировал единство с народом. А вот и подлинное единство. Тот же Геринг и Крупп фон Болинонгальбах. Тот самый Крупп. Король пушек, король танков, король всего, что убивает. В дни юбилея Крупповских заводов вся верхушка нацистской партии посетила Круппа. Когда-то нацисты обещали поприжать крупный капитал. Теперь они стоят в очереди за рукопожатиями. Стоит в очереди и Гиммлер, шеф гестапо. Дождался. Прижал. Еще раз прижал. Вот, пожалуй, в эти дни ярче всего, это Гесс идет, заместитель Гитлера по партии. Ярче всего была продемонстрирована подлинная сущность экономической программы нацизма. А вот и семья Круппа. Справа сейчас войдет в кадр нынешний Крупп, хозяин круппских монополий Фергия. А речь произносит тогдашний Крупп, старый Крупп. Нам интересно, чем он кончит. Хайль Гитлер, так он кончил. И снова опасность. Американцы начинают что-то подозревать. Напомню, в Советском Союзе папу ждала заслуженная петля, а сестер уютные бараки в районах, отдаленных от родного Ленинграда. Большинство американцев спрашивало нас с удивлением, почему вы не хотите возвращаться в Россию. И на нашей сестрой объяснение, что СССР не Россия, а коммунистическое государство, они всегда восклицали, а мы, американцы, очень хотим вернуться домой. К нам часто подходил с вопросами молодой лейтенант, с холодными глазами, живым и недобрым лицом. Было впечатление, что он принадлежал какой-нибудь социалистической партии или даже коммунистической. Он был начитан главным образом политической литературой, он был очень хорошо подкован в смысле коммунистических идей, и все спрашивал нас очень холодно и требовательно, почему мы не хотим возвращаться в Советский Союз. И нам пытался объяснить, что это прекрасная страна, в которой бесплатное образование и бесплатная медицинская помощь. И за квартиры платят гроши. Если бы я мог, я поехал бы в Советский Союз учиться. И отказался поверить, что его из Советского Союза не пустили бы обратно в Америку, потому чтобы он сделался свидетелем жизни и размышлений советских граждан. Это наш недобрый лейтенант понять совершенно отказывался. Вы, наверное, враги России. Вы сделали что-нибудь скверное против России, теперь боитесь? Ясно, что вы совершили какое-нибудь преступление против своей страны. А что правительство страны может делать преступления против своих сограждан, это у него не укладывалось в голове. Так вот, почему вы не хотите возвращаться в СССР? Не потому, что вы предатели. Не потому, что вы работали на немцев. А потому, что СССР – коммунистическое государство. Здесь нужно остановиться и задать вопрос. А какое же такое страшное преступление совершило проклятое советское государство в отношении семьи Кошкиных? Они спокойно и сытно жили в этом коммунистическом государстве, несмотря на то, что папа был в прошлом колчаковским офицером. То есть сражался против своего народа за интересы британской короны. Имели квартиру в центре Ленинграда и дачу с фруктовым садом в Сосновом Бару. Римма училась в медицинском институте. Папа в блокадном Ленинграде получал паек от своего института и продукты по программе по спасению ученых блокадного Ленинграда. Римма описывает, как они вскрывали посылки. Имели картины Петрова, Воткина, например, в оригинале. Фарфор, хрусталь, ковры, серебро, скатерти, редкие книги, сервизы. Римма описывает, как они пытались кое-что из этого продать перед эвакуацией. Работали, учились, пользовались всем, что давало проклятое коммунистическое государство. В том числе и эвакуация из блокадного Ленинграда. Но с приходом немцев вдруг поняли, что они антикоммунисты и начали грезить о России для русских. Всю дорогу от Ленинграда до Берлина семья Кошкиных таскала с собой чемоданы со столовым серебром, завернутым в скатерти. Но продолжим. Мы стали этого светловолосого социалиста с холодным недобрым взглядом побаиваться. Он не только нас не взлюбил, но и стал громко со своей американской бестактностью заявлять, что мы или не русские, или враги русских. Становилось очень неприятно приходить в столовую. Нам стало казаться, что некоторые американцы нас определенно избегают. Уже никто не спорил весело за право позавтракать за нашим столом. Мы с сестрой решили избегать серьезных разговоров с американцами. Хотя это было поздно. Дурная слава о нас уже разошлась. А несчастных остов тем временем депортируют вовсю. Вот как об этом пишет Римма. Все чаще мы встречали на дорогах, ведущих на северо-восток, большие американские грузовики, разукрашенные развивающимися плакатами, лентами. Как правило, центральный плакат гласил «Родина вас ждет». В грузовиках стояли в рост бывшие остовцы, русские люди. Почти всегда остовцы были полупьяные, пели советские песни Дунаевского, кричали что-то и были очень возбуждены. И грузовики ехали упившиеся, покачивались с большой скоростью, мотаясь из стороны в сторону, не очень соблюдая правила движения на больших дорогах. Как вакханалия на дорогах. Из кабин высовывались головы поющих девиц, руки, платочки, советские и американские пилотки. Как пьяное пиршество перед катастрофой. Впечатление было очень тяжелое. Американцы рассказывали, что отъезд русских сопровождается дорожными катастрофами, ужасными драками, поножовщиной. Ведется в пол пьяно, небрежно. И очень много американских грузовиков разбито. А на нас повеяло знакомым духом. Небрежным, нечеловеческим отношением к человеку цифре. Жизнь которого никем не ценится, ни во что не ставится и никак не бережется. И вот семейство Кошкиных снова бежит. Теперь уже от американцев, которые вот-вот выдадут их кровавым большевикам. Потому что об этом договорился проклятый Сталин с их президентом. Бежать приходится в последний момент. Без вещей. С тоской вспоминает Римма столовое серебро. Теперь оно достанется то ли американцам, то ли немцам. Заканчивается книга тем, что после ряда злоключений всей семье удается все же перебраться в зону британского влияния. Наверное, работать переводчиками. Помимо событий, прямо касающихся семьи Кошкиных, в книге вы найдете, пожалуй, все пропагандистские штампы, указывающие на то, каким отвратительным был Советский Союз. Тут и про то, как наши расстреляли поляков в Катыни. И как Сталин бросил своего сына в плену умирать. И про то, что русские солдаты гибли в немецком плену целыми армиями, потому что Сталин не подписал конвенцию. И про мальчика, которого расстреляли на Соловках за то, что он горькому рассказал всю правду. И завышение жертв блокады Ленинграда в два раза. Ну и, конечно, всякие ужасы про лагеря, в которых коммунисты держат миллионы ни в чем не повинных людей для того, чтобы они строили заводы и фабрики, чтобы сражаться с империалистическими врагами. Империалистические враги, конечно же, в кавычках. Короче, там есть все, в чем положено быть уверенным, честному, порядочному и интеллигентному человеку. Партийных работников Римма презрительно называет персонажами, советчиками и партийцами. Рассказывает про злого преподавателя марксизма в Ленинграде, ненавидевшего ее как класс. Усиленно избегает слова советский, всех подряд называя русскими. И использует дешевый прием, приписывая свою ненависть по отношению к Сталину и коммунистам всему русскому народу. Натужно пытается представить Россию оккупированной коммунистами. Все, кого описывают в блокадном Ленинграде Нератова, мечтают только получше устроиться и избежать фронта, и если имеют какое-то отношение к партии, то только ради пайков и должностей. Таков убогий мир, в котором жил профессор Кошкин, он же Курганов, со своими дочерьми. Можно сколько угодно оправдывать свою подлость ненавистью к коммунистам, полученной от папы по наследству, но если ты предатель, ты предатель в любом случае. Предатель никогда не согласен с тем, что он предатель, и поэтому ему нужны обстоятельства, которые вынудили его предать. Пару слов про обложку. Блокада Ленинграда, как известно, продлилась больше двух лет. Семейство Кошкиных находилось в блокадном Ленинграде 7 месяцев. Большая часть книги посвящена описанию преступной деятельности семьи, а также содержит мутные монологи Риммы Кошкиной о культуре, истории, духовности русского народа и кровавых большевиках. Почему на обложке именно блокадный Ленинград, а не сытый Берлин, где сволочи добровольно трудились на Третий Райх? Потому что это что-то вроде защиты. Мы жертвы, блокадники. Мы многое пережили, а потому на многое имеем право. Просто прикрытие подлости. Для чего я снял этот ролик? Что хотел сказать? Ну, во-первых, для того, чтобы вы знали и помнили, на какую мразь ссылался в своих исследованиях писатель Солженицын. Ведь когда ты задумал книгу об истории родной страны, на кого же еще тебе сослаться, кроме как на пособника нацистов, работавшего на Геббельса и сотрудничавшего с власовцами. Не на кого. А во-вторых, чтобы вы не забывали о том, что тонкие пальцы, устремленные в раздумьях о России вдаль задумчивый взгляд, прекрасное образование, знание языков и близость к мировой культуре, вовсе не делают дешевую дрянь порядочным и честным человеком. В начале войны я особенно остро почувствовала эту иррациональную связь с миром, духовным. Эта связь не может быть подвергнута анализу. Она звучит для одних как музыка и не звучит другим. Для меня это было источником, которому я прислушивалась и который давал мне глубокий духовный покой и просветленную радость и направленность моей жизни. До свидания и с годом Солженицына вас. Александр Саидович считал, что империя нас губит. Губит. Что она съедает наши силы. Что русский народ тянет непосильную ношу. Что нам только на благо будет, если русский народ и огромная все еще Россия сосредоточится на себе. Губит.